И кто их вынес наверх, это большой вопрос, на который история даст ответ. Их Россия наверх вынесла, очень многих. Я повторяю, их очень многих вынесла наверх Россия. Потому что одним из организаторов Майдана была Россия. И наши олигархи были одним из организаторов Майдана. Причем тут Нуланд? Нуланд это эпизод. Нуланд появилась потом, когда уже пошла жара. Смотрите, я вам хочу сказать главное. Майдан появился не потому, что люди его организовали. Вы ведь не забывайте. Вот смотрите, Майдан, казалось бы, ну мы вышли. Давайте так, мы вышли. Я рассуждаю вслух. Ну вышли и вышли. А появляться стали палатки, сцена, звук, свет. Это деньги. Ребята, это деньги. Вы представляете, что такое круглосуточная сцена стоит? Вы представляете, что такое на ней люди? Что интересно, убивают, ни одного на сцене не убили. Они все простреливаются. Все простреливаются. Любого можно убить. А теперь еще ряд моментов. Сейчас те, кому надо, меня поймут. Вот Беркут стоит, да? Я стоял на сцене, помню, в ночь на 11 декабря. Это ужасное зрелище. Беркут сжимает кольцо, сжимает. А людей-то мало. Эта ночь вся была. Я думаю, елки-палки, да, а что тут, что тут вообще зачищать? Сейчас они зачистят все. Они сжимают кольцо, сжимают и назад. Сжимают и назад. Спектакль какой-то, фантасмагория. А дальше. Украинский дом. Улица Трехсветительская. Везде перекрыты пути, казалось бы, да. Везде стоят ребята, все. Значит, Беркут не пускают. А этот подъем сверху, он открыт полностью. То есть при желании можно было... Я о чем говорю? Мы участвовали в большом спектакле. И не мы были его постановщиками. Мы были марионетками. Все мы, кто там был по зову души, по зову сердца. Кто шел, хотел идти в Европу. Кому ненавистен был этот режим Януковича. Я о себе говорю сейчас. Там играли нами. Мы были даже не пешки. Мы вообще были мусор. Хотите, я вам скажу свое мнение, как появился Майдан? Я его оформил. Я уже... Я могу ошибаться сейчас, но у меня это мнение есть. Мое мнение следующее. Янукович пришел к власти в 10-м году. В 12-м году. В 10-м году, извините. С группой своих товарищей. Это все была так называемая Старая Гвардия. В 12-м году его сын, старший сын Саша Янукович, по кличке Саша Стоматолог, он, благодаря внутрисемейному конфликту с Виктором Федоровичем, в подробности которого я бы не хотел вдаваться, потому что это внутрисемейный конфликт, возникший на почве личных отношений Виктора Федоровича с мамой Саши Януковича, он перехватил инициативу и сказал, папа, я приведу сейчас своих ребят, эти старые дураки все надоели уже, мы сейчас потоки перехватим сами, мы сейчас потоки возьмем под контроль, отдыхай, занимайся, тебе нравится внешняя политика, занимайся внешней политикой, отдыхай, мы сейчас все наладим. И пришла молодая гвардия, Якименко, Клименко, Колобов, Арбузов, Захарченко, вот он привел эту новую поросль, молодую, Саша Янукович, а дальше конфликт, жуткий конфликт между старой гвардией и молодой командой. То есть Азарова практически отстранили, он был неудел, готовили уже Арбузова, ну, Захарченко собирался стать главой администрации президента. И вот тут главный конфликт, Левочкин глава администрации, Захарченко собирается стать. Канал Интер под руководством Левочкина начинает мочить Захарченко, так раздувается Врадиевское дело, смотрите, какие менты, что у них там происходит, так раздувается дело девочки, изнасилованной в Николаевской области, помните, которые убили на стройплощадке, так раздувается целый ряд дел, и в конце концов противостояние Левочкин-Захарченко выходит на финишную прямую. И Левочкин устраивает со своими товарищами Майдан. Я в этом уверен. Левочкин устраивает Майдан. Дальше подключается Россия. Потому что у них свои интересы, у России. Дальше подключаются и Соединенные Штаты, дальше подключаются европейские страны, дальше такой клубок, в котором сам черт ногу сломит. А дальше начинается борьба агентуры. Российская агентура, ну, все просто переполнено российской агентурой было. Американская агентура тоже, их было намного меньше. Соединенные Штаты не сильно уделяли внимание Украине. Даже разведывательная аппаратура, она была, не была практически настроена на Украину, так как не была настроена на Грузию в свое время. Они проспали аннексию Северной и Южной Осетии и Абхазии. Они проспали аннексию Крыма. Американцы проспали. Они докладывали, ЦРУ докладывало, что аннексия Крыма невозможна, потому что за россиянами не идут полевые госпитали. Какие ребята, какие полевые госпитали? Россияне в грязи, в говне могут вообще сражаться, и никаких проблем не возникает. Какие госпитали? Кто когда заботился о госпиталях полевых? Это обнаружилось незнание американцами полностью, во-первых, славянской души, во-вторых, менталитета России. Они не понимают менталитета, они далеки от этого. И очень важно еще то, что Янукович сделал жуткую глупость, самую большую глупость в своей биографии, когда сначала объявил курс на евроинтеграцию, на ассоциацию с ЕС, и потом после переговоров с Путиным в Сочи, после которых он слег с гипертоническим кризом. Что там было, остается только гадать на переговорах, но факт тот, что пообещали деньги ему, 3 миллиарда уже дожидали. И после этого он свернул курс на евроинтеграцию. Резко свернул, ничего не объяснив? Объяснив. Он объяснил группе олигархов. А, общество, я говорю, не объяснив. А группе олигархов все-таки пришлось, конечно. Группе олигархов. Значит, люди, которые присутствовали на этой встрече, их было 11, они мне рассказали, какие аргументы приводил Янукович. Это очень интересно на самом деле. Я неуполномочен об этом говорить. Ну, в частности, он сказал о том, что мы теряем рынки сбыта, что Европа нам ничего не дает, могли бы дать нам деньги, не дают. Рынки сбыта мы теряем. Для нас свои рынки Россия закрывает, и нам конец с экономической точки зрения. Так он объяснил олигархам на этой встрече, исторической за пару дней до Вильнисского саммита. Я даже скажу, что эта встреча произошла во время дня рождения одного из моих друзей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...